Боли головокружения – частые спутники современного человека. Мы привыкли недооценивать данные симптомы, но так ли они на самом деле не опасны. Об этом и не только мы поговорим с гостем сегодняшней программы. Но перед тем, как мы с ним познакомимся, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, днем 26-31 градусов тепла, местами до плюс 22. В Черкесии без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 29-31 градусов тепла. У нас в гостях присутствует врач-невролог Пшеничный Игорь Геннадьевич. Доброе утро, Игорь Геннадьевич. Доброе утро. Рады вас приветствовать сегодня в нашей студии. Мы заявили такую интересную тему, которая, я думаю, касается каждого человека на планете Земля. Головная боль и головокружение. Это то, с чем, наверное, сталкивался каждый из нас. Давайте, наверное, начнем все-таки с более частого проявления, все-таки головная боль. От чего она может появиться? Симптомами чего? Каких заболеваний она является? Или же, в принципе, иногда она может быть нормальной частью нашей жизни? Вообще нормально ли, когда у тебя болит голова? Нет, ненормально, когда болит голова. Голова – это всегда патологический симптом. Но головную боль следует всегда разделять на две большие группы. То есть есть головная боль, так называемая первичная, причиной которой не является ничего. Голова болит просто потому что. Такое бывает, да? Так и захотелось. И бывают головные боли вторичные, которые есть проявление какого-то заболевания. То есть достаточно много заболеваний, которые могут сами по себе протекать к каким-то симптомам другим, но давать головную боль. На гайморит голова болит, на глаукому голова болит. При травме головы, как ни странно, голова болит. Действительно, неожиданный поворот. Да. И основная и главная задача и врача-невролога, терапевта, травматолога – это определить, что конкретно болит. И самое неприятное, что болеть может много чего. Человек с хроническими мигрениями, который регулярно испытывает головную боль, абсолютно смело может заболеть гайморитом и глаукомой. То есть может пересекаться, как бы, да? Две головные боли соединились в одну. С этими заболеваниями пациент идёт в поликлинику, а по пути ему бьют бутылкой по голове. Что из этого болит? Доктор его смотрит и знает, да, вот точно сотрясение. Да, вот на снимочках мы видим гайморит. Лечим мигрей, гайморит, лечим сотрясение, отпускаем пациента домой. У пациента всё это время ещё на оболочи головного мозга растёт патологический процесс, который растёт и ждёт своего времени. А мы его пропустили, мы его не увидели, мы его не наблюдали. Поэтому головная боль – это всегда повод обратиться к врачу. Пациент самостоятельно отделить головную боль первичную, которая сама по себе просто захотела появиться, от головной боли как проявления какого-то заболевания не может. Не может отжечься. Зачастую даже доктор без дополнительных методов обследования это сделать тоже не сможет. Ну вот действительно в жизни зачастую бывает такое, да, заболела голова, как мы привыкли, выпил таблетку, ну какую-то рекламу посмотрел, выпил, вроде бы отпустила и пошёл дальше. А вот насколько часто должна болеть голова, чтобы всё-таки обратиться к врачу? Есть ли какая-то норма минимальная, что, допустим, вот раз в неделю у меня болит голова, и это не стоит внимания? Или всё-таки в любом случае? Нет, нормы не бывает абсолютно. В любом случае. То есть головная боль – это… То есть в принципе любая боль нашего тела… Сигнал. Это сигнал. Наше тело нам о чём-то пытается сказать, что боль – это… Обрати на это внимание. Рука болит, вот обрати внимание, в руке что-то не так. Голова болит, обрати внимание, в голове что-то не так, что-то происходит не такое. То есть вначале я сказал, что боли бывают первичные, бывают вторичные. Вот первичная головная боль – это так называемые мигрени или головная боль напряжения, чаще всего являются причиной такой головной боли – это эмоциональная или физическая перегрузка. То есть опять-таки нам наша голова говорит, что парень, ты слишком много напрягаешься, ты делаешь что-то много, слишком тяжело, дай мне, пожалуйста, отдохнуть, дай мне, пожалуйста, передохнуть. Первичные головные боли по частоте бывают очень разные. Бывает 2-3 раза в месяц, а бывает ежедневно, бывает через день. Очень часто. Такие показания, чтобы нам принимать постоянную регулярную терапию, это более двух приступов в неделю мы уже должны пытаться пациента приводить к приёму препаратов. Потому что головная боль, она лечится в двух направлениях. Первое – это то, чем мы можем сразу купировать, убрать приступ головной боли. Это безбаливающее, да, что-то? По большому счёту, да, это препарат или комбинация препаратов. И второе направление – это профилактика. То есть мы должны подобрать, во-первых, по типу самой боли, это по первичной головной боли, по мигрени, по головной боли напряжения, препарат, который пациент может принимать достаточно длительное время, и на нём приступы будут намного реже и менее интенсивны. То есть главная задача в лечении головной боли, если мы не можем убрать причину, да, если причины нет, если боль просто появилась сама по себе, это сделать так, чтобы головная боль не мешала человеку улучшить качество жизни. Это наша главная задача. Ну, полностью избавиться от головной боли вообще возможно? Если есть причины, да. Ну, да, если первичины. А если вот первичный тип? Первичный тип, смотрите, первичная головная боль полностью навсегда, скорее всего, не получится. Но опять-таки у первичной головной боли часто бывают провоцирующие факторы. Они связаны с нашим образом жизни. Очень часто бывает на какой-то определённый продукт питания. Часто на алкоголь. Кто-то поел и болит голова. Поел. Ну, на алкоголь, понятно. На шоколад. На сыр. На шоколад, может быть. Так, сейчас все сладкоежки напряглись резко. Как это так? У меня будет болеть голова. Как я уже говорил, на эмоциональную, на физическую нагрузку. Часто на сон. Сон больше 8 часов. Сон меньше 6 часов. На будние, выходные и дни. То есть есть даже такая, так называемая, мигрень. Голова болит в понедельник. Это реально такое может быть. Выходные очень часто. То есть человек всю неделю находится собранным. Он держит себя крепко. На выходные можно расслабиться, чуть-чуть больше поспать. Утром просыпается, голова раскалывается. Мигрень выходного дня – это классическое проявление. Очень часто у женщин связано с менструальным циклом. Очень часто. И если одни моменты мы можем контролировать, да, мы больше не едим сыр, у нас не болит голова. Мы не пьём шампанское, у нас не болит голова. То отменить месячные дни мы не можем. Но, зная, например, такую зависимость, мы можем себя подготовить. Всегда на 8-й день менструального цикла у нас болит голова. Допустим. Так 7-го числа мы тоже об этом знаем. Что завтра будет болеть голова, и можно себя предупредить. Выпить таблетку, да, какую-то заранее или что? А если есть профилактический курс, если доктором назначено, то, да, пить профилактический. Если нет, то в кармане мы держим препараты, которые мы знаем, что мы снимем головную боль сразу же, и она пройдёт. Но, опять-таки, для... Очень важный момент. При купировании головной боли, когда человек этим занимается пиос-контролем врача, есть одна интересная особенность, называется абузусная головная боль. Это головная боль, которая вызывается приёмом обезболивающих препаратов. То есть ты пытаешься избавиться от головной боли, начинаешь пить таблетки, и у тебя голова болит ещё больше, да? Да, то есть головная боль возникает именно за счёт приёма самих препаратов. То есть когда количество препаратов большое, или большая их комбинация, или превышена суточная доза, то любой обезболивающий препарат сам по себе может вызывать головную боль. И зачастую на приёме возникают такие, так скажем, непонятки, что пациент нам говорит, доктор, у меня болит голова, я пью много таблеток. Ты ему говоришь, для того, чтобы голова перестала болеть, ты должен прекратить пить таблетки. Как? Непонимание, да? Как это так? Я прекращу пить обезболивающий, у меня пройдёт голова. Приходится убеждать, приходится объяснять, что вот очень часто и подобные вещи. То есть это неконтролируемый приём обезболивающих препаратов, когда пациент без контроля врача пытается головную боль лечить. Ну, я правильно понимаю, если у человека болит голова, он должен обратиться именно к неврологу, правильно? Это ваша как бы специфика. Можно начать с терапевта. С терапевта. А, он уже как бы, да? Можно начать с терапевта. Терапевт чаще всего может опять-таки определить, является ли боль первичной, или является боль явлением какого-то заболевания. То есть идти с гайморитом или с глаукомой к неврологу не имеет смысла. Мы должны отделить мух от котлет, есть заболевание или это головная боль сама по себе. Тогда уже мы смотрим. Первичные головные боли – это однозначно только к неврологу. А можно вопрос такой вот, как, ладно, когда вторичная боль, понятно, есть симптомы, есть заболевания. А вот если это первичная, как вы определяете, что это всё-таки первичная головная боль? Есть какие-то секреты или, не знаю, набор каких-то исследований, по которым ставится диагноз первичной боли головной? Ну, первое и самое главное – это исключение вторичной боли. То есть мы делаем обследование на выявление заболевания, которое может создавать эту боль. Если мы по обследованиям не видим ничего, всё здорово, головной мозг чистый, гайморопазухи чистые, глаза замечательные, вариантов не слишком много. И второе – у первичной головной боли очень характерные, так скажем, анамнез и жалобы. То есть характерные, но опять-таки, характерные – это не значит, что стопроцентные. Если человек говорит, что у меня чаще всего головные боли, тяжёлые, большие, по 10-бальной шкале, на 8, на 9, боль чаще с какой-то одной стороны головы, мы предполагаем, что да, скорее всего, это мигрень. Но это не стопроцентная гарантия. Мы не можем сказать, что да, здесь точно мигрень, здесь гайморита, глаукома ничего нет, по голове тебя никто не бил, на оболще головного мозга ничего не растёт. Сто процентов мигрень, давай мы с тобой обследоваться не будем, сразу начинаем лечить мигрень. То есть в любом случае сначала проверяется на вторичность? Однозначно. Любая головная боль, она имеет определённый перечень обследований, которые обязаны сделать пациентам. Просто сказать, сейчас мы на тебя посмотрим, точно скажем, что это конкретно. Да, насквозь мы пациента не видим, даже если очень сильно хотим. Только врачи-рентгенологи так могут. Всё понятно. Головная боль – это действительно головная боль каждого человека, всё понятно. Но вот что касательно головокружения, об этом мы тоже заявили в начале программы. Такое тоже случается, но мне кажется, всё-таки не со всеми. Это, наверное, более что-то сложное и серьёзное. Я хоть и не врач, но я так предполагаю. Как вы считаете, а знаете? Здесь также очень чётко можно разделить на два, так скажем, лагеря. Есть головокружение системное, есть головокружение несистемное. Системное головокружение – это головокружение, связанное с повреждением вестибулярного аппарата. Что значит системное, я извиняюсь? Система вестибулярного аппарата. А, то есть это именно нарушение внутри, получается? Да, то есть есть внутреннее ухо, вестибулярный аппарат, есть нервные волокна, которые переносят информацию, и есть центры головного мозга, которые информацию обрабатывают. Вот повреждение системы на любом из этих отделов, сам головной мозг, нервы, ганглии, вестибулярный аппарат – это является системным головокружением. Наиболее частым системным головокружением является диспозиционное просистирующее головокружение. А простыми словами? Да, заключается в чём? Наш вестибулярный аппарат, он имеет канальцы. Такие полукруженные штучки, внутри которых течёт ликвар. Мы наклоняем голову вперёд, ликвар потёк по переднему канальцу, мозг понимает, мы наклонились вперёд. Наклоняемся вбок, ликвар потёк по канальцу боковому, мы понимаем, что мы наклонились вперёд. Прям как законы физики, да? Да, всё очень просто на самом деле. И зачастую бывает, что внутри этого ликвара кристаллизуются кольцы, и возникают кристаллики, которые могут мешать току этого ликвара, который проявляется в виде головокружения. То есть где-то затычка, и у тебя голова кружится, да? Да, примерно так. Дело в том, что вестибулярный орган – это парный орган, и мозг получает информацию сразу из двух одновременно. Головокружение возникает, когда органы дают разную информацию. В одном возник… Мы пошли вправо, а тут влево, да? Да, мы вернулись налево, левый нам говорит, мы повернулись налево, а правый говорит, ничего не происходит, мы как стояли ровно, так и стоим. Так же, как мы двумя глазками смотрим, получаем общую картинку, вестибулярный аппарат работает так же. Если у нас один глаз смотрит налево, а другой смотрит направо, то общую картинку у нас красивой не будет. Мы будем ориентироваться только на какой-то один. Вестибулярный аппарат – то же самое. То есть это как компьютер, получается, внутренний, да? Это сбой данных где-то, и у нас кружится голова. Хорошо, это системное что-то, но это лечится, правильно? Это лечится, конечно, это лечится. А несистемное – это что тогда? Несистемное головокружение – это головокружение, проявляющееся, опять-таки, явлением какого-то другого заболевания. То есть в любом случае, и системное, и несистемное – это болезнь какая-то? Это болезнь, это лечится, это всё поправимо. Так же, как и головная боль. Любая головная боль, какая бы она ни была, причиной бы какой ни являлась, любая головная боль – это контролируется. Это подбирается препараты, это лечится основное заболевание, головная боль убирается. С головокружением примерно всё то же самое. Есть, конечно, заболевания, сами которые мы не можем полноценно убрать, и тогда проявление этого заболевания может быть в виде головокружения. Такое головокружение может длиться длительно. У человека плохо контролируемая гипертоническая болезнь или отраслироз сосудов головного мозга. Это давление, да? Давление. И вот до тех пор, пока мы не будем держать под контролем полноценно наше давление, голова будет кружиться. Более того, даже разовые повышения давления, кризовые повышения, раз в неделю появляются, вестибулярный аппарат может реагировать ещё очень много дней. То есть, даже после однократного приступа в головокружении может наблюдаться достаточно долго. Я сейчас спрошу, наверное, вопрос, который интересует большинство людей. Вот бывает же, сидишь такой и резко встал, и в глазах потемнело. Говорят, это признак старости. Что это такое? Нет, это физика пятого класса. Давление жидкости внутри сосудов. Резко поменялось, да. То есть, когда человек лежит. Если мы представим, что у нас голова и ножки, они на одной высоте. Давление в сосудах и здесь, и здесь будет одинаковое. Человек внезапно встаёт. По законам физики, наверху должно давление резко снизиться, внизу повысится. Для того, чтобы у нас сосуды на ногах во время вставания не лопались, а голова не прекращала работать, одни сосудики должны сжаться, другие сосудики должны расшириться. Компенсировать давление внутри нас. Так как правильно тогда вставать человеку по утрам? Тут, смотрите, дело не в том, как правильно, а дело в том, что успевают ваши сосуды такую компенсацию проводить или нет. То есть, если эти сосуды, скорость реакции немножечко замедлена, то во время переменной положения тела головокружение может наблюдаться. Но это не патология. То есть, если это кратковременно, секунда-две покружилась, человек не падает, человеку это не мешает, то особо с этим заниматься ничем не нужно. Если это мешает, если человек кружится, может упасть... Каждое утро встаёт и падает. Да, очень бывает. Бывает на самом деле. То тогда эти вещи, опять-таки, мы должны контролировать, должны наблюдать. И тут же мы должны смотреть, а не проявление ли это другого заболевания. Например, понижением артериального давления. Давление просто низкое, и даже работа наших сосудов компенсировать объём кровотока в головной мозг не может. Человек встал, голова закружилась, упал. Частая ситуация. Мы, мне кажется, объяснили нашим телезрителям, что и головная боль, и головокружение не есть хорошо, но, тем не менее, это всё лечится. Хотелось бы услышать от вас, как от Мейзика, несколько советов, как себя, может быть, уберечь от головной боли и как сделать профилактику головокружения. Не знаю, есть ли такое вообще понятие существует. Смотрите, в плане профилактики головной боли можно выделить только нашу первичную головную. Это понятно, да. Когда нет какого-то заболевания. Часто с пациентом мы предлагаем какую ситуацию. Вести дневник головной боли. То есть, если у человека есть какая-то закономерность, голова болит часто, она ему мешает, то мы предлагаем ему вести дневник. Записываете в этот дневник абсолютно всё, что с вами происходит в течение дня. Что вы едите, в каком объёме вы едите, когда вы едите, сколько вы спите в часах, ночной, дневной сон. Любая нагрузка, эмоциональная, физическая, умственная. Вплоть до того, что разговоры по телефону, просмотры кино, разговоры по видеосвязи. Кстати, очень частая причина мигрени. Разговор по видеосвязи. Серьёзно? А почему именно по видеосвязи? Хороший вопрос. Видимо, наш мозг так и на это реагирует. И в этот же дневник вы записываете эпизоды головной боли, сколько они длились, с какого часа по какой час, и чем вы их смогли убрать. Затем мы берём по этому дневники, все дни, в которые у вас болела голова, и сравниваем, что в них было общее. Во все эти дни мы ели шоколад. Во все эти дни мы ели сыр. Во все эти дни, это были выходные дни, мы спали больше 8 часов. То есть найти закономерность. Если эту закономерность мы вывели, и мы можем на неё повлиять, это 4-12 сутки менструального цикла. Мы на это никак не можем повлиять. Мы исключить это из жизни не можем. А вот спать по будильнику, просыпаться, или мало, или много. А сколько надо вести такой дневник? До тех пор, пока мы закономерность не увидели. Если мы закономерности не видим, тогда уже для нас доктор подбирает лечение, с которым мы можем из этого выскочить. А что касательно головокружения? Есть какие-то советы? Если вдруг закружилась голова, что делать? Смотрите, если вдруг закружилась голова, и это носит очень короткий промежуток времени, закружилась и сразу уже прошла. Надо смотреть, как часто это возникает. Если это единичный эпизод, можно ни о чем не переживать. Если голова закружилась, не проходит. Минута не проходит, 5 минут не проходит. Это уже повод задуматься о том, что происходит. Это вестибулярный аппарат не работает. Но опять-таки, почему он не работает? Какая причина его поломки? Или это явление какого-то другого заболевания? Если это кратковременные редкие эпизоды, которые не мешают нашей жизни, не мешают вождению транспорта, не мешают работе, на это можно не обращать внимания. Если это промежутки достаточно длительные, то есть голова окружения более минуты, или голова окружения, которое мешает, вы не можете ходить, вас шатает, за рулем вы себя чувствуете неуверенно, это однозначно сразу надо показаться врачу. Что ж, Игорь Геннадьевич, наша сегодняшняя беседа, мне кажется, была не просто интересной, она была очень познавательной. Я уверена, что все, кто сегодня посмотрел наш выпуск, узнали для себя много нового и интересного. Но все-таки хотелось бы подвести итог и сказать нашим телезрителям, что если у вас болит голова, или вы наблюдаете у себя головокружение, то лучше не рисковать и сразу обратиться к специалистам, которые вам помогут. Правильно? Однозначно. Спасибо вам большое. Я желаю удачи и успехов вам в работе. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Желаю хороших выходных и до новых встреч!